приветствую всех на канале корзон тв и сегодня хочу вам показать краткий видео обзор новинок от торговой марки ориент ротс это удилище ориент ротс венус 3 ну что ж давайте мы распакуем все чудо посмотрим что на себя представляет сразу на первый взгляд видно очень хороший плотный чехол который предотвращает удилища при транспортировке от всяких царапин и механических повреждений хорошие липучки мощные довольно таки плотные что не может приятно не удивить и обрадовать как говорится и сам агрегат на первый взгляд вот так вот держа две части удилища в руках можно сразу сказать отметить тот момент что удилища безупречно легкая или ну как даже не знаю как это сказать но очень легкая что же она себя представляет первое что бросается в глаза это вот интересная задняя часть ручки она сделана не из неопрена она сделана полностью из карбона как бы он такой вот структурный очень приятный плотно держится в руке контушка держатель можно сказать стандартный но есть такие моменты неопреновые вставочки которые приятно помогают работать с удилищем при вываживании или или при забросе данное удилище оснащено кольцами стандартными трехлапами за исключением последних четырех которые находятся на одной лапке первое кольцо имеет входной размер 50 миллиметров давайте дальше я удилища соберу покажу как она выглядит при забросах дальше вы сможете увидеть замедленное видео работы удилища во время бросков вот для для как бы лучшего понимания того как отрабатывают удилища вы увидите видео бросков именно нескольких человек да то есть мне поможет мой напарник по команде сергей вот мы абсолютно разные люди с разными физическими характеристиками как бы и вы сможете спокойно как бы увидеть как удилища отрабатывать при забросе ну что ж ребята вот мы собрали удилище уже успели побросать скажу так вот бросали мы грузами 120 грамм бросали грузами 130 грамм и также бросали грузами 138 грамм что хочется отметить что независимо того какой груз мы использовали характеристики по дальности были практически там без особых изменений это говорит о том что удилища очень хорошо работает комфортно во время заброса она довольно таки посылиста имеет хороший быстрый строй вот единственное что что большой груз данной ситуации позволит вам работать на больших дистанциях для пробивания ветра либо для заброса с крупным стиком на видео хорошо видно как после заброса вершинка удилища быстро восстанавливается что исключает паразитные лишние колебания и что благоприятно свою очередь сказывается на дальности заброса также хочется отметить что данное удилище очень комфортно работать разными грузами как малыми так и большими единственное что в чем она заключается разница так это то что при использовании больших грузил вы можете работать в ветреную погоду либо работать с тяжелой оснасткой либо с тяжелым стиком сегодня на улице ноябрь температура около пяти градусов есть легкий ветер условия довольно таки некомфортные хочется побросать этим удилищем сейчас и показать как она отрабатывает ну что ж ребят пора подводить черту и хочется отметить следующие моменты в первую очередь что бросается в характеристиках а данному оделище оно очень легкое это позволит вам работать длительное время на как на длинных так и на коротких дистанциях второе она имеет быстрый строй что позволяет работать как на дальних так и на свертальних дистанциях причем разными грузами в-третьих очень удобный катышкодержатель с неопреданными вставками что позволяет работать при длительных вываживаниях рыбы. Также удилище имеет довольно-таки широкий удобный хват и рукоять покрыта несвойственным для удилищ материалом из карбона, что значительно облегчает работу при забросах. Ну что ж, ребята, в заключение хочу сказать, что данное удилище это довольно-таки достойный экземпляр. Он должен быть, я думаю, в арсенале любого карпятника. Также данное удилище вы можете приобрести в нашем интернет-магазине, ссылку на который вы найдете в описании под данным видео. Большое спасибо за просмотр данного обзора. Также не забываем писать комментарии, ставить лайки. Не забываем подписываться на наш канал Коробзон ТВ. До новых встреч, новых обзоров. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры создавал DimaTorzok